Всем привет! Решила я косплеить Мальвину и записать этот видос про моё отношение к алкоголю и никотину, который у меня еще осенью прошлого года кто-то запросил. И уже вопрошали по разным всяким вопросам, ну, скользящим темам, близлежащей этой темы. В стриме в каком-то, ну, не все будут смотреть этот, хочется показать, ну, скажем так, поток сознания на 2-3 часа, я решила записать сейчас. Долго думала. Вообще, у меня сегодня было желание сделать этот стрим, чисто потому, что у меня тупо мигрень, заняться нечем, ну, тем, что вот хотелось бы сделать, где задействованы мозги, а тут вроде как поток сознания и типа того, стричь эту бумажку. Ну, как-то вот... Почему я в парике? Ну, потому что у меня волосы слегка в таком состоянии, что вроде поздно уже их мыть второй раз за день, а если я в таком прикиде выползу, то, наверное, там вообще все, кому не лень, вылезут и начнут снова скакать в каментах, а насики оживятся. И я решила тупо сделать пурик. Такой вот чуть-чуть-чуть-чуть. Короче, как я отношусь к алкоголю и никотину? В общем, я никогда не курила, не пробовала, так как для меня это противоестественно вдыхать дым. Подружка меня пыталась агитировать там на какие-то женские легкие сигареты якобы. Но мне кажется, что женские сигареты, что не женские сигареты, это одно и то же. Дедушка у меня курил, отец курил, но они как бы курили так, что не дымили на нас, на некурящих. Мы с подругой, когда встречаемся, гуляем, она курит, но она всегда ищет сторону ветра, вот куда ветер дует, так, чтобы не на меня попадал дым. Единственная сигарета, я по запаху, который могу воспринимать, это Каптен Блэк. Но так как их мало кто курит в моем окружении сейчас, то, в принципе, я их и не воспринимаю. Я плохо приношу запах табака, я, конечно, аллергии у меня нет на табак, я не покрываюсь пятнами, как люди у нас просто в команде, девочка, насколько мне известно, с аллергеном. Опять слово, как это все бывает. Я не покрываюсь пятнами, у меня нет аллергии на табак, я его просто приношу плохо, у меня может заболеть голова. Голова у меня вообще много о чем может заболеть. Ну и просто сам по себе запах я очень хорошо, не знаю, воспринимаю или сильно, мягко говоря. Наверное, даже лучше сказать так, я чувствительна ко всякого рода запахом и у меня, как у беременных, начинается токсикоз, мне вот просто мутит от всяких резких запахов, в том числе от табака. То бишь, как бы табак я никаким местом, ну, как бы я не против, если человек там курит, но если он курит так, что меня это не касается, меня не пытаются приучить к сигаретам или как-то мне подсунуть эту сигарету, то и ладно, хочешь там себя травить, курит на здоровье, так сказать. Но сама я никак к табаку в этом плане не отношусь, точнее, очень негативно отношусь, если лично ко мне. Ну и как там, как бы, не знаю, когда я вот вдыхать это, как бы моя подружка в свое время сказала, ну, уже не подружка, мы давно не общаемся, как-то я даже не представляю, где она сейчас есть, не то чтобы мы ругались, мы не ругались, мы просто как-то разошлись настолько интересными, что я уже, не знаю, лет 10 ее не видела, где она находится, совершенно не представляю, ну, знаешь, она где-то там, наверное, ходится, наверное, и знаю, что она даже бросила курить, потому что, ну, может, лет 10 назад как раз мы с ней и виделись в последний раз, и она на тот момент бросила курить, но помню, что она в свое время косила, подведливала и тоже курила по 4 пачки в день, я не знаю, какая вообще у нее это все получалась, она вот как раз, именно она тогда вот от Кентедле курила, иногда там еще кто-то из знакомых, но вот она часто его курила, и как-то вот запах там вишневый или шоколадный я еще как-то воспринимала, он как-то, видимо, сильно так ароматизирован и перебивает именно этот сам табак, бывают еще какие-то сигареты, жутко вонючая, это вообще жуть какая-то, и вот у нас еще одна соседка у меня была, не знаю, на каком этаже и вообще где она сейчас, но иногда вот курила стабильно в 3 часа ночи, если я дома была, ощущение было, будто она поднималась на нашу личностную площадку и курила у нас, вот прямо у моей двери, но я не знаю, как, может, что-то дым так вот поднимался, я иногда выходила в 3 часа ночи, брала освежитель или какие-нибудь самые вонючие духи, открывала щелочку двери, это еще при бабушке было, и прыскала вот так вот, допустим, вот, прыскала духами, причем иногда этими самыми вонючими духами очень много прыскала, там иногда слышались вопли, еще, типа, я думаю, значит, это ты табаком-то звоняешь, и люди должны это нюхать, а когда тебе дугами прыскать, тебе не нравится, в общем, она гадость делала, и я вроде как немножко так мстила, ну, она куда-то делась, на мое счастье, и вообще у нас как-то люди, ну, конечно, иногда кто-то там курит на улице и дым несет, и ощущение, что вот ты не на четвертом этаже, а где-то на первом, или вообще-то рядом под носом у тебя находится, ну, вот так я отношусь к табаку, кто-то меня знает, они действительно или стараются при мне не курить, или как-то вот, как подружка делают в сторону, куда дым идет туда, с той стороны, если мы идем куда-то вокруг меня, мы даже с ней, когда ездили, путешествовали куда-то, вот, как называться, дикарями, она всегда выбирала зал для некурящих, если вот такое случалось, как-то, или в Костроме, или в каком-то еще городе мы заходили, вот, какой-то там был ресторан японско-итальянский такой вот направленности, и там был зал для некурящих, зал для курящих, и вот у нас буквально за стенкой был зал для курящих, и этот вот как-то там у них все сделано было, что мы совершенно не чувствовали этот табак, но вот она хоть и курила, она вот именно выбирала то, что удобнее мне, за это ей очень большое спасибо. Это по поводу табака, по поводу алкоголя, конечно, сейчас ребятки с два шерстерят мои фотки, некоторые даже комменты оставляют, такие вот, как бы ищут специально фотки, где там, допустим, с бутылкой пива, и так, ой, да ты бухаешь, ой, да ты выпиваешь, еще что-то, ну, и потом это вводят на двачек, ну, вот завидую, нет, я не завидую никому, не завидую, особенно их отсутствие мозга, не завидую, ну, потому что, или, не знаю, их жизни не завидую, это сколько надо иметь свободного времени, никакого увлечения не иметь, чтобы шерстерить чужие фотографии, делать что-то подобное, это вот если насчет алкоголя, как они тут лазают, и раз уж такая тема пошла, и на двачеки меня снова протаскивают, даже в личку пишут камеры, в каменты пишут, в блоге, и в личку пишут ссылки, что типа вот смотри, а это ты, а это ты там что-то делаешь, ну, видимо, какую-то реакцию мою ждать, короче говоря, я могу воспринимать алкоголь очень редко, в какой-нибудь очень, ну, может быть такая хорошая компания, вот, допустим, я очень хорошо знаю человека, ему доверяют, знаешь, этот человек мне в чай водку не подольет, допустим, у меня была такая подружка, как-то я была на ее дни рождения, ее двоюродная или какая-то, ну, короче, ее какая-то или родная, или двоюродная сестра мне в чай подлила водку, потому что вот она пыталась меня напоить, а я не пью, и вот я не хочу, и она, я не знаю вообще, как бы, скажем так, где-то две трети людей, с которыми я когда-либо общалась, в основном, ну, родня к этому как-то вот, мне с роднёй в этом плане повезло, в общем, две трети людей, с которыми я когда-либо общалась, почему-то стабильно стараются меня напоить в разные периоды моей жизни, и смысл это, типа, посмотреть, какая я буду пьяная, ну, вообще, совершенно бессмысленный смысл, потому что у меня, в принципе, у меня не бывает похмелья, если меня напоить, это не знаю, сколько надо, потому что, во-первых, я пью очень маленькими глоточками и очень медленно, если крупными глоточками и быстро, то у меня будет как в том анекдоте, типа, кто такой щедрый, пойду проверю, обратная реакция, ну, скажем так, да, потом, у меня бывают такие периоды жизни, дети, отойдите от экранов, да, если вы нервный мужчина и беременный при этом, то тоже можете отойти от экрана первые 3-4 дня цикла, в меня можно влить всё, что угодно, ну, конечно, не в прямом смысле всё, но у меня оно как-то вот очень хорошо на организм влияет, всё перестаёт болеть, всё сразу хорошо, голова перестаёт кружиться, я как-то оживаю, в общем, красное вино я долгое время не могла переваривать, мне от него становилось плохо, у меня кружилась голова, я могла отвалиться в обморок, могла вообще отмерить совершенно так вот на долгое время, и однажды одна моя подружка, у меня много таких подружек интересных было, в компотик мне подвела какого-то пойла, красное дешёвое вино, у меня потом, в общем, было мне очень хреново, скажем так, к белому другу я подбегала очень часто, наверное, даже сутки вокруг, рядом с ним жила, она, конечно, потом сначала извинялась, типа, ой, я не думала, что тебе так будет плохо, тебе сказали, что мне нельзя, типа, пить, нет, ну, человеку надо же как-то это, убедиться самому, ну, я ж подопытный, типа, кролик такой, да, сучка она, конечно, полная была, я не считаю, что там от женского пола собака, да, это кобель и сучка, в общем, не сказать, что мразь, вообще, я не хотела тут это монтировать, пишу на камеру, как мне сказала Лена, выигрыша я открытку в последнем моём конкурсе, что получается, будто человек сидит напротив, короче, вот я пишу на эту самую камеру, через которую стрим, как бы, делаю теперь, да, и решила делать, чисто на неё записать, чтобы потом сразу выложить, во-первых, оно загружается быстро на YouTube, и как бы YouTube не ругается на её формат, этого файлика, который эта камера выдаёт, ну, и как бы не нагемориться с монтажом, ну, короче говоря, в общем, куда мне только не подзаливали этот алкоголь, чтобы проверить, какая у меня будет реакция, потому что, типа, Лёля вся такая весёлая, любит поржать, и, типа, если Лёлю напоить, то чё такое будет, как сказала моя подружка Машка, вот та, которая курит, вылавливая ветер в какую-то сторону, я вот её до этого имени не называла, ну, понятно, я думаю, что это она, что бесполезняк меня напоёт, потому что шут пьяная, шут резвая, Лёля одно и то же, но пьяной Лёля не бывает. Примерно по той же причине, я как-то её спрашивала, у неё мама, ну, в общем, у неё вся родня практически врачи, в том числе мама гинеколог, и я её тут спрашиваю как-то, вот слушай, вот почему мне от этого, от, допустим, от алкоголя, если меня вливать, вот там, даже если я не знаю, что меня его вливают, ну, как, допустим, подмешали в чай, ещё куда-то, у меня так как-то силы прибавляется, на Лёля, ты мутант, у тебя зубы молочные, в общем, долгое время, я про этот, короче, прекрасную вину, я говорила в стриме, но я думаю, что просто, те, кто не смотрел этот стрим, в реале, в онлайне, да, то вряд ли это будут осиливать, или выискивать там что-то, в общем, у меня была плохая на него реакция, на мои 30 лет, мне моя подружка одна подарила, зная, что я не пью, подарила мне бутылку крымского вина, какого-то красного, я совершенно не понимаю, не разбираюсь, хотя мне Аленка объясняла, ещё кто-то, вот разницу, вот там, сухое, мокрое, ну, вот эти все, сладкое, полосладкое, кисло, фиг знает, я раньше думала, что сухое вино, это такой порошочек, который разводят водичкой, чтобы он стал мокрым вином, в общем, она мне подарила какую-то бутылку красного вина на день рождения, мы как раз в ресторане отмечали, соответственно, за мой счёт, на кофе она мне её подарила, она у меня стояла где-то полгода, потом, ну, ко мне кто-то приходил из друзей, я их спаивала, ну, в смысле, они мне как лёли, типа, вот у тебя вино, налей на мной, наливала, значит, и потом мне мой приятель сказал, что как бы вот, типа, что ты такое делаешь, оно же такое полезное, я типа, в чай чёрный добавляю по одной чайной ложке, или от одной чайной ложки до двух столовых, типа, на 300 миллилитров чашки, ну, он меня уговаривал, уговаривал, у меня такие ещё мигрени были, как раз летние, классические, от солнца и просто, и я, значит, попробовала, в общем, пол чайной ложки на 300 миллилитров, блин, я его там проклинала, как чёрти кого, двое суток меня колбасило, я думала, коньки отброшу, потом всё так нормально, стало мне, типа, у тебя организм перестроился, теперь, когда будет головная боль или головокружение, так делают, действительно, я бальзам, значит, ну, раньше как бы и бальзам, и до этого добавляла, до эксперимента с красным вином, чайную ложку на 300 миллилитров чая, чёрного, крепкого, сладкого, с сахером, ну, понятно, что с сахером, или немножко в кофе, и хорошо, и голова сразу проходит, и жить хочется, и голова окружения отваливается, ну, а с этим получалось так, что, как бы, в гостях, природнее, да, я могу маленькую стопку растягивать, ну, скажем так, вот, да, с чем сравнить-то, вот, фигня такая, вот, если её вот так сделать, вот эту маленькую стопку, я могу часа 4 медленно и печально мучить, какое-то бывает такое мерзкое кистое, я вот единственное, что поняла, что белая Лозанская долина, она хорошая, ну, и стоит тоже, тоже прилично, и красная Лозанская долина, в общем, единственное, что я вот знаю, что можно добавлять чай, это 2013 года выпуска Инкерман, ещё, который украинский был, потом говорят, что он испортился, не знаю уж, правда или нет, мне просто не попадался, и красный Инкерман, да, и вот этот вот, Лозанская долина красная, просто я как-то купила, какую-то бутылку вина, чтобы добавлять её в чай, оказалось, что это розовое вино, и розовое вино не добавляет в чай, и ещё они бывают какие-то разные, я вот как бы, пришла бы в магазин, но я не понимаю, какое надо именно купить, чтобы добавлять его в чай, вот как-то так, я могу пить пиво, но тёмное, исключительно тёмное, я, конечно, у меня можете влить там, какое-нибудь другое, но, два глотка, а потом, у меня вот подружка одна была, она мне стабильно тоже пыталась поить, она кучу бухла покупала, и я делала вид, открывала мне там баночки, какие-нибудь такие, вот даже какие-то там энергетики, открывала мне эти баночки, мы где-нибудь на какой-нибудь травке присеяли, я делаю, не знаю, надеюсь, она меня не смотрит, хотя мы с ней давно уже не общаемся, и может быть, даже она не узнает, что не поймёт по разговору, что я про неё говорю, она открывала, значит, мне, я делала вид, что пью, и пока она там куда-нибудь отвернётся, я постепенно так это в травку выливала, это всё полила, и она думала, что, ой, ты уже выпила, давайте ещё, ну, в общем, я тратила, не по собственному желанию, по собственному желанию, она тратила деньги, чтобы спарить меня, и я то, что она мне выдавала, выливала нафиг, потом, когда вот все, значит, стали пить пиво, там это типа надо пить пиво, я пила исключительно безалкогольное, причём родственник у меня занимался, был частным предпринимателем, ну, и как-то иногда он там какое-то привозил, или где-то, ну, как-то или он так пошло, что вот он стал это поставлять сюда, вот это Бавария, безалкогольное, в общем, у меня тоже, у меня это 0,33 часов на 6 хватало, во-первых, я ждала, когда выйдет пена, потому что я не понимала прикола пены, зачем эта пена, во-вторых, я его вообще очень малюсенькими глоточками, я даже не знаю, как передать, очень маленькими глоточками, ну, вы представляете, как 0,33 растянуть на 6 часов, или на 7 часов, как-то так, потом, если, ну, чтобы от меня отвяли, я брала уже, чисто выпендривалась, какой-нибудь там миллер, еще что-нибудь такое, какое-нибудь супер дорогое пиво, маленькой бутылочки, часов на 5 его хватало, если уже все напились и выпили, и там, и все, у меня оставала где-то половина, то я его, так же, как при той девчонке, травку поливала им, или кому-нибудь отдавала, типа, не хотите, мне еще доказывали, что безалкогольное, типа, никто не поймет, ну, что это, какое-то не пиво, а все остальное, типа, пиво, я безалкогольное, как-то гуляли, в общем, мне было 18 лет, был день города, и мы с компанией, я там решила над друзьями постебаться, ну, закрыла рукой, что там, уже они в такой кондиции были, что это не безалкогольное, там, а что-то другое, и подала, человек выпил, даже потом, ну, как, разница есть, нет, потом, о, типа, ты мне что, подсун, у меня тут ноготь, кстати, все-таки ломается, там мне кто-то в каменты такое вякал, что я, это, типа, не кальций надо есть, а лаком не красится, лаком-то я крашусь, видите, у меня сейчас вообще ничего не окрашено, лаком-то я крашусь исключительно, когда видео снимаю, и то не всегда, потому что, как-то кто-то там сказал, что, типа, так надо делать, типа, так красиво, еще кому-то там нравится, по-моему, Полине, вот этот вот лак, ну, на самом деле, лак, когда он у меня на этих, на ногтях, вот, вот этот лак, на самом деле, тот, который ей нравится, это он, ну, и что еще, в принципе, мне нравится мартини, если его с соком подержать, как-то я пришла на литературную тусовку, мы у одной девчонки собирались, ну, как девчонки-тетки, она у меня 12 лет старше, до сих пор, и тогда была, после открытия первых, первой выставки в Угличе, музея авангардов, ну, и, в общем, собирались у нее, там, что-то куча народу, еще люди, которые должны были быть у меня в результате на вписке, сколько у меня людей на вписке было, причем ни у одного из этих людей, когда мы даже с Машей были в каком-то городе, нам вписку не обеспечивали, зато, как Лёле вписать кого-то, причем без моего спроса, уже заговорились, типа, ну, что ты не хочешь, мы там там, типа, договорились уже, пообещали, я потом уже поняла, что у меня тупо, как лоха держится, стала нагло отказываться, куча сразу недовольных появилась, куча сразу друзей, перестала быть друзьями, как только начинаешь говорить нет, говорить так, как хочешь ты, а не так, как хочет большинство, тебя не спрашивая, короче, как-то я пришла, и что-то мне очень хотелось пить, у меня дико болела башка, и, таблетку, и добрая друзья мои, мне под видом кипяточка, подали, мартини, неразбавленный совершенно, ну, что, прикол такой, интересно, я таким большим глотком взяла, я думала, коньки откину там, тут же, добрая друзья, вообще, офигеть, дальше, значит, что, ну, белое вино, в общем, бывает, это такое вкусное, вот, ну, на выпускном школе, почему-то надо было исключительно пить вино, в 11 классе, хочешь не хочешь, но это, типа, пей, я помню, что мне тогда нравилось, сейчас бы вспомнить, какое-то название, еще тогда запомнила, и потом его нигде никогда не было, и когда мне спрашивали, что ты больше его называла, от меня сразу все отваливались, ну, типа, нету такого, ну, и это, и пей, компотик, какое счастье, наверное, не вспомню, есть какой-нибудь на букву И, если есть, вы там мне в камень-то мякните, белое какое-то на И, может на и краткое, я подозреваю, что у меня такие ассоциации, что может быть, оно и даже и не на И, но какое-то вот такое, потом, что я, как вот, меня Аленка, не знаю, будет смотреть или нет, но мы с ней даже слегка чуть-чуть поругались, там, за всю вот эту долгую дружбу, было у нас там два, две или три темы, таких вот, ну, конфликтиков небольших, тоже там, типа, вот, выпить, выпить, ну, как бы, я пытаюсь отказаться, человек не понимает, да, ну, может не слышит, хочет, ну, очень редко, когда, вот, по собственному желанию, я в компании могу заказать себе какое-нибудь хорошее, дорогое бокальчик красного вина, но при этом должно быть очень много еды, и сидеть мы должны как минимум часа два или три, чтобы я осилила этот маленький бокальчик вина, ну, и темное пиво, насчет темного пива, меня в 2011 году на него посадил один знакомый программист, и оно почему-то действует на меня совершенно анестезически, анестетик, анестетик, не знаю, как бы сказать, ну, короче, если у меня, допустим, болел зуб, и мы с Машкой гуляли, то часа три-четыре гуляем, у меня правда там оно оставалось, приходилось где-нибудь на какой-нибудь пенек ставить, полбутылки этого пива темного, совсем темного, портер, портер, не знаю, я путаю название, как вот правильно ударение ставить, ну, вот это вот, которое совсем темное, и кто-нибудь, я думаю, надеюсь, кто-нибудь, ну, может, какой-нибудь алкоголик, подбирал, может, не подбирал, мало ли, не знаю, на пенек какой-нибудь ставила, может, она, Маша темная не любит, а я только темная могу пить, тоже с самыми мелкими глоточками, если мне приходится чем-то заедать это пиво, то через два глазка я чувствую исключительный спирт, я не могу его уже пить, и оно поливает землю, потом, еще что, когда я вот это безалкогольное пила, чисто, чтобы все от меня отвяли, этими маленькими мелкими глоточками, все там закусывали какую-то фигню, шоколадками, там, сухариками, еще чем-то, Леля, пломбиром, меня в кладной компании, даже как этот, не знаю, экспонат такой, музейный, говорили, она пьет безалкогольное, и пломбиром закусывает, ну, пломбир уходил, тоже медленно, поэтому не люблю на улице мороженое, потому что оно быстрее, оно тает быстрее, чем я его съем, я люблю такое полутавое, а если еще идешь, вот так же медленно его ешь, оно уже, блин, растаяло, начинает капать, неудобно, короче говоря, мороженое все-таки лучше едем, или в кафе, в кафе я жду, когда оно слегка подтает, вот там спрашивали мне много раз, насчет моих планов на день рождения, у меня они все-таки появились, а по-моему, вчера или позавчера, позавчера, наверное, уже я с подружкой договорилась, мы с ней пойдем днем в кафе, потом вечером я иду к родне, и подозреваю в кафе, если там будет хорошее итальянское, или какое-нибудь там красное вино, то, наверное, я не знаю, как она сейчас, но обычно она мне или составляет, ну, как бы, если мы ее день рождения отмечаем, то, в общем, как-то получается, что она тоже присоединяется, если у нее там какой-нибудь пост христианский, то или она решает его блюсти, или как-то так, я просто не очень в курсе, как там эти посты христианские выпадают на 14 февраля, но она как бы просто берет там какой-нибудь компотик, она вот в этом плане нормально, она не пытается меня спать, вот, наверное, единственная подруга, которая никогда не пытается меня споить, ну, хочет человек, он будет пить там, не хочет, он не будет, хоть ты его, это, силой там, ну, а силой как бы неинтересно, да, и если человеки вокруг меня все такие под шофе, то я вполне себе могу подловить эту атмосферу, мне как бы не в напряг, в этом плане, я думаю, со мной даже экономично, ну, пошел в какую-нибудь гости, в какую-нибудь компанию, я вполне могу людей, вот мы с Аленкой как-то гуляли, ну, даже ладно, не буду выдавать эту тайну, сверх тайну, хотя на видео, в принципе, этого не было, я могу человеку просто предложить, вот у меня стоит там, открытая бутылка какого-нибудь вина, и я знаю, что человек как бы не против, там какой-нибудь праздник, но сама я буду делать вид, что пью, или просто себе не налью, или вот у меня будет там один глоточек, и этот глоточек для человека, он просто обычный глоточек, у меня глоточков 10 это будет, он у меня будет тянуться долгое время, ну, скажем так, что, не то, чтобы я негативно отношусь, но если человек пьет, и меня при этом не трогает, и не наливает мне в чай водку, не подсовывает мне мартини под видом минералки, или, допустим, в компот мне никакое пойло не льет, то, пожалуйста, пейте, ну, хоть до, не знаю, до поросячьего визга, главное меня не трогайте, хотя вот, я помню, мы с подружкой, с другой подружкой, ой, кстати, напомню, у него, в общем, папка работает в Финляндии, и он как-то привозил, вот она в Углич приезжала, он привозил, видимо, ей дарил, или просто привозил Беллис, и вот Беллис, кстати, с кофе, я очень люблю, она даже как-то приехала, на день рождения ее отмечали, и она поставила, а, да, терпеть не могу шампанское, мерзость мерзкая, в каком угодно виде, вот ананасы в шампанском, если достать ананасы после шампанского, если есть их, это вкусно, вот само шампанское лучше сами выпейте, потом Беллис, в общем, она привезла еще, говорит, Лёля, тебе он нравится, типа в кофе, я специально его берегла, чтобы тебя напоить, ну, и еще, вот мне нравится, если вот какой-нибудь юбилей, бывает иногда вот такая, так как я слегка, не то чтобы в сортах не очень понимаю, еще и в названиях-то не очень запоминаю, настойка, наверное, вот есть такая тверская, не смеяновка, или что-то в этом роде, и вот там клюковка, или вишенка, и как-то просто на каком-то юбилее, у меня там тоже одна девчонка оказалась, случайно оказалась знакомая девчонка, тогда еще работала в школе преподавателем, скажем так, она, мы с ней давно уже так были знакомы, я когда ее увидела на юбилее, я часа три, бытия на юбилее, пребывала в Афиге, в этот момент она меня стабильно спаивала, ну правда мне так, мне хорошо было, мне нормально, так слегка весело, много закуски, она правда ухрюкалась, но она это типа, вот, значит ты выпила больше бедя, почему ты трезвая, я пьяная, я так куда знаю, ну, организм танский, в общем, мне вот еще вот такие настойки нравятся, ну тоже, соответственно, надо очень подгадать момент, чтобы у меня было такое вот настроение, чтобы была такая конкретно так, ну не знаю, душевная какая-то близкая компания, но и тоже очень редко, допустим, пиво, ну где-то раньше раз в полгода, если меня кто-нибудь достанет, и мы, подружку мою тоже кто-нибудь достанет, мы уходили с ней кулять куда-нибудь, в какие-нибудь ебене, я надеюсь, это не мат был, значит, а то сейчас прибежит этот Дима невидима, и будет там скакать в камен, так что я что-то не то делаю, с этой своей ефраксией, или кто там он, на е, на ф, фроська, фвёкла, кто он там, короче, кого он там косплеит, когда наряжается в женщину, он что-то мне напомнил этого, вверх в сердючку, о, там же мужик вроде ряженый, да, вверхой, сердючкой, короче, а потом, ну, где-то раз в год, я как-то шла, в этом, не знаю, из какого магазина, несла, там еда была, и это вот пиво, его так просвечило, через пакетик, и на меня сосед так посмотрел, думаю, блин, раз в жизни, раз в год взяла, купила себе какое-то, тёмное, супердорого, да, кстати, тёмное пиво, всегда покупаю, супердорогущее, чтобы оно было, ну, российское, это там, по-моему, волковская какая-то компания, я тоже вот не запоминаю, но там волк нарисован, и вот этот портер, волк, или что-то в этом роде, оно хорошее, чтобы такой карамельный вкус был, смахивает по вкусу на этот, на нормальный, качественный соевый соус, что-то такое есть, и, в общем, как-то несла какой-то, покупаю чешское, или ещё что-то, у которого срок годности какой-то, небольшой, при этом, ну, и оно стоит там рублей 200-300, за эти 0.33, вот я не знаю, почему не выпускают по 0.100, вот за глаза бы уши хватило, на все 3-4 часа, и как-то шла, и вот, ну, где-то уже, наверное, не знаю, год, может, назад, мне, блин, так стрёмно стало, я думаю, ещё, мне всегда стрёмно становится, когда я натыкаюсь на людей, знакомых, я, допустим, раньше, вот там, ну, может, года 4 назад, если я иду, допустим, с кем-то друзьями с пивом, и натыкаюсь на человека, и мне так неудобно и стрёмно, а человек при этом так радуется, типа, Лёля тоже вполне себе живой человек, типа, Лёля иногда пьёт пиво, а мне так всегда стрёмно, я начинаю извиняться, люди ржут и радуются, в общем, я тут на 29 минут, походу, дело натрепало, но я думаю, вопросов, наверное, больше не возникнет на эту тему, вроде как, я осветила, ответила, ну, если вы со мной вдруг кто-нибудь решит встретиться, решит меня силком напоить, то лучше не надо, лучше подгадать момент, если у меня будет какой-нибудь первые 3 дня цикла, или я буду такая слегка обморочная, уставшая, у меня там будет болеть зуб, потому что он решил прорезаться, то меня сегодня обнаружило, что у меня вот здесь вот, чуть-чуть подрос, может, на миллиметр или два, зуб, который мне вообще в 16 лет выдрали молочный зуб, потом скажу, ой, блин, он молочный, он может и не вырасти, а может и вырасти, ах, черт не знает, когда, вот он, черт не знает, вдруг внезапно начал расти, или у меня будет болеть желудок, или еще что-то, вот тогда это, можете мне, заволочь меня в какую-нибудь мышкин, в какую-нибудь мышеловку, в ресторан, и показать мне какое-нибудь, темное, свежесваренное пиво, тогда в таком случае, возможно вам повезет, и вы увидите, как я это, типа, потребляю, но это очень крайний случай, это действительно надо какую-то очень интересную атмосферу, в общем, вот такой видос, всем спасибо, кто насилил до конца, и всем пока!